так тему пропускаю эта тема которая называется межвидовые прививки вот эх как люблю я про это поговорить макаров алексей иванович давно замолчали шлите фотографии между это сколько есть хоть это самое все что у вас есть и раз ужем давайте будет много сосорогом давайте все давайте какой у вас арбузы и где под русской ладно если там больше не было нехота было делать на эту тему развивать еще раз уважаемая наталья которая сестрой называю уважаемые жители питера получилось я потом растерялся потом начал вспоминать вот получились не курс на память я сейчас в этом году для меня до сотни членков а ведь я хорошо всем горюбус 8 дикарей уж как у меня наверное нет нигде однажды я спросил у директора гсу какого говорить не буду и она мне сказала на что уплевать и груши она не сказала на гибрид усурийской груши а 2 я не запомнил ну то есть получается полукультурка не портит его ростойкостью обладает прекрасно ну например как я бы привал на сварок 40 за тоже наполнено свежка вот теперь что получилось петели получились не вкусные груши и тогда я давай вспоминать смотрите вот видите это память яковлево слаще меда она на уссурики ну будем считать просто повезло меда тыка дальше осенний яковлево первый урожай я столько его ждал чуть-чуть не спилил некогда было маленькие корявенькие вот такие вот еще изогнутые и это было настолько зрелище такое какое это было зрелище ребята если вы видели мне когда было а потом с каждым годом лучше лучше а что получилось с этим смоленская груша смоленскую грушу царство небесное наш бодр борис проклинал получился смоленская сам по себе невкусная все да чем они то таки а если вы присылали то вкусную а если у него получилось так а у меня тоже самое смоленская получился абсолютно не пусто я на ней использовал как скелета образователь и на не на привал я вам показывать там ранее мичурина и прочее вот со свароком что получилось потом когда узнал сварок рос у соседа огромные вот такие груши когда я сейчас туда по бороде легкая кистинка но мы тогда грушка не ели еще а все думаете те вкусы что с магазина и же тоже не успел собирать иначе они это самый просто-напросто сгниют дороги и что получилось сварок у соседа а я его на уссурику и у меня она вкусная но только на молодые деревья но когда она начала давать молодые деревья по 20-30 ведер какой-то сахар а как его урожай уменьшать как вторую ветку отрезать весь урожай с молодым с этого есть не могу это я просмору вы заметили 40 никому не навязываю только как скелета образователь или только как просто подвой место уссурика не часа но ведь испортила использовался вкус она меня рассчитывали как на волшебника и наконец лесная красавица выхода из фотографии нет здесь и чуть-чуть пропущу нет другие темы там в другом месте будет короче меня получилось так что первый урожай листой красавицы упал упал и был накрыт если невозможно было опять кинули сказал я себе вот если было невозможно потом я накрыла полностью листьями упавшими полностью и я про неё забыл и только когда кто-то пнул случайно а там лежала где-то ведра 2 1 случайно и выскочила одна груша когда человек начал есть у него глаза вот такие то что же это за чудо такое я не поверил я все это же несъедобно и вот такими а потом оказалось она еще сходит пятерку самых моих вкусных первая пятерка вышли вот сколько я вам наговорил так теперь сколько у нас времени сейчас кое-что пропущу что я это тут кто-то у меня неудачно привыкли да наоборот волшебник удачи неудачно чего понимаете продолжайте в том же духе сейчас я кое-что пропущу хотя это очень важно но все-таки пропущу еще один покойник а потом вот это вот мульчирование ненавижу надо его нужно пропускать многое вот это не могу вот это фея та самая ольга которая это оскорбляла меня моего брата моего сына вот она а вы тоже оскорбе оскорбляли вы фея оскорбляли вот а я их не оскорблял я их выставил невежами дикими вы представляете стопроцентное уничтожение дерева за несколько лет яблонь и груши яблонь там пять лет продержится слива вишня продержится абрикосы и груши это самые нежные части больше года бы не продержались вот зачем это было ведь такое впечатление им надо полчаса о чем-то говорить если не подходить дереву нету передачи нету зарплаты ни у них ни у съемочных групп и ведь это же придумать рассыпать этот самый рассыпать опилки полить их а потом еще ствол какой-то дрянью которая ну как как клеем облазать чтобы уже наверняка сгнило наверняка понимаете и вот как я мог их не оскорблять я просто выставил этими вот если бы у них было желание только заработать я помните как я рассказывал я придумал такую сцену заканчивается съемка уезжает съемочная группа остается одна это или там вторая они два сапога пара обнимает дерево становится на колени отгребает эту самую очищает от дерева от это от этой дряни отгребает мокрую золу обнимает дерево и плачет прости меня простите меня все и у нас сейчас иначе как это это этой подлыми советами не заработать ни копейки мы просто с голоду умрем простите меня дерево прости я тебя чуть ли не угробила и плакать 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 искренне вы даже церковь пойти свечку поставить нет надо потом еще книгу написать где все это это самое железо повторяю в каком бреду можно придумать этот способ быстро умышлять дерево и здесь и ты кандидат наук даже кто тебе доктор наук этому учил или какой кандидат тот который покупал этот самый переходе метро покупал диплом а до меня еще по морде а вы оскорбляли феи вот сейчас это оскорбление или нет или консультация факта а а он-то молодой он еще не понимает а вот он-то журналист но он журналист телевизионный вот к нам бы его если кундасем не откликнется сейчас я кое-что пропущу так вот мне нужно одно письмо прочитать и все ребята поймите правильно железу от фамилии я убрал сейчас мы на этом заканчивать будем все письмо не читаю читаю только самое главное что она мне пишет самое главное в жизни все же не это спешу вам сообщить о здоровье моего мужа он себя замечательно чувствует продолжает работать по основной специальности никак не дождется сокращения но ему нравится работать все люди с сайта писали мне письма переживали вываляли это было публично все вот видите как а за что переживали уже догадались онкология константин вы валерий константинович мне очень помогли когда прислали косточки абрикосов и орехов мы окрылялись для борьбы с недугом кажется все плохое позади осталось дать анализы но то что он работает на даче он ел ее мужа и ее мужа нет живых вот бывает улучшение а потом ухудшение мы не знаем это я сейчас боюсь я письмо это нашел у себя в архиве я думаю как дела а если она напишет что нет живых а следующий инфаркт может быть у меня уже я очень болезнь я очень болезненно отношусь к этому я не хочу знать мне хочется жить с надеждой просто с надеждой что кому-то эти косточки нужны что садовое что эти абрикосы в деревьях нужны что вот эти самые феи больше не это самое не учили убивать деревья вот что представим себе что было бы да вот у меня каждый день я завариваю в этот самый отдельный кипяток туда кладу несколько плодов слив естественно там нет ядохимиката вообще миллиграмма нет мили-мили микрограмма нет нонограмма нет яда то есть несколько плодов ну в мякоти слив несколько плодов абрикосов несколько плодов значит коржовника и ну все что с морозилки да потом кипятить нельзя как компот считается что там может что-то ну как сказать исчезает какие-то цены и качества поэтому изморозилку вот эту банку я просто беру в нее кипяток наливаю она тут же остывает они заморожены потом нас получается как бы настой ну цвет такой приятный вот настой я пью все время я захотел пить я пью его спас себя от онкологии я не знаю может у меня и так бы не было у меня нет пока никаких этих как называется симптомов но я представил себе что в каждом саду во всей России плюс на улицах везде плюс в аллеях везде вот каких-то спальных районов где нет дыма везде растут абрикосы и все себе варят из абрикосов компоты все себе вот как я делают настой все это делают даже пусть на спирту на водке на чем угодно пусть едят мякоть задаю вопрос а наука не к вам обращаюсь к науке это можно было бы проверить можно было когда у меня было 25 банок в каждой по тысяче косточек 25 тысяч косточек можно было у меня их там это ну подарить бы не смог иначе бы я еще кучу детей бы не смогли не в садик ходить не это самое сейчас найдите бесплатный садик или в кружки без которых дети не вырастут дураками вот да просто не было бы этого в первый раз масло купить хлебу и вот если бы купили бы там подешевле огромной скидкой если бы все это высадили понимаете целый институт бы этим занимался а потом бы кормили бы кормили бы кормили бы людей у которых все эти опухоли что бы было бы а может быть они бы поняли что здесь вся страна будет в абрикосах и не будет опухолей никаких ну нельзя такую возможность выпускать ведь я же не говорю что так было бы а теперь скажите что не было бы скажите нет если все люди будут съедать там в течение зимы ну там десятки нет ну пусть там сотни костик там ли синильная кислота много не съешь несколько сотен костик за все за это каждый год так несколько килограмм мякоти ну плюс еще сливы ну понятно вот может быть и не было бы онкологии ну скажите что это не правда нет было бы ровно столько каждый год умирали бы там двадцать или двести тысяч человек в муках кто может сказать что это будет так кто я какого ученого скажу что если все будут есть гриц косточки эти самые мякоть из этих как оно по-другому называется ядрышки если все морозилки будут забиты мякотью что тогда будет но это можно было проверить не на всей стране но на тысячи а потом сказать ну я железо научит вас и это и будет у нас в стране все сады если вот этого вот этого дебилизма избавить думаете это один такой совет мульчирование совет дают вот представляете замульчировали гниет видите гниет я же не слепой я специально показал смотрите я открываю тему сейчас все не буду говорить от чего гниет вы уже поняли от мульчи вот смотрите почему у меня абрикос загибается ваш почему он замерзает болеет а про мульчу сам угробил понятия не имеет но это ладно но это то на всю страну вы понимаете на всю страну я беру сфотографирую прям с экрана у него замульчировано дерево у него это сгнила корневая шейка основание штамба сгнила а дальше так как у этих феек как у этих как это называют самые выпуститься тебе вот он поискает лечит ты ему что-то убери если еще не поздно может быть что-то она не до конца сгнила когда вот такое случается и уже ясно что снизу не поступает питательное вещество кора гниет кора гниет кора гниет не поступает теперь что надо делать убрать всю эту херню что у него в руках так верхнюю половину отрезать почему чем выше тем хуже поступает питательное вещество тем хуже поступает влага сок тем хуже значит всегда половину отрезали тогда может быть еще если остановить гниение корневой шейки очистить убрать может он еще и заглублен а он учит он не просто опрыскает он учит нас как лечить после этого она догниет сто процентов это есть наш современный уровень вот и о чем ребята он не знает причины не знает выпустить фею возьми эту фотографию не вот эту тут видно что он опрыскает а вот эту то есть вот так еще обрежь и скажи допустим возьмет мой брат фотографии я же с экрана сфотографировал и пошлет туда тумановский где миллион подписчиков и спросит что это это самое у меня абрикосы болеют и вот это самое опрыскивание тут же выдадут это их уровень а нам нужно в каждом саду были абрикосы понимаете оно бы садоводства никому не надо ой все а у меня еще 6 минут ну вы поняли величайшее это сейчас мы что-то пропали будем говорить дальше хитрости все придумали чтобы деревья уничтожить все черви спасались от дождей это называется из огня в полы да спасались представляете те кто за эти дикие дебильные обильные обильно дебильные эти что они творят куда черви деваются разуйте глаза на чердаки залазят спасаясь от этого и опять разговарив сей уничтожить черви обильными поливыми а потом кто будет дерево кормить кто будет рыть ходы которые являются а вентиляция б канализация в аэрация кто будет кормить кто будет делать все эти ходы лопаты каждый год уничтожать все что черви натворили заодно червей резать на части все дальше не могу говорить заканчиваем разговор здесь и переходим вот сюда на 5 утра не выдержал я